Привет, я Даша. Я, я Лидия. Сегодня мы рассказываем о Пахавле Алексея, победителе одной из битв экстрасенсов. Что ты о нем скажешь? Что я скажу? Ну, во-первых, он мне очень нравился тогда. Он какой-то вот, ну вот такая вот у него харизма. Хотя, надо сказать, что вот до самого финала почти, можно сказать, что он мало говорил, в точку, так сказать, в смысле не пространное, что-то вот один такой сюда серьезный, такой сосредоточенный. И вот своя какая-то метода, то есть без каких-то там свечей, шаров, ножей. Челефов, да. Без челефов, тем более. И вот какой-то он. Ну, и подкупало, конечно, то, что он наш земляк, он из Ачинска, из Краснодарского края. Как бы тут ушли. Это еще добавляло больше наших симпатий. Ну, я, в общем-то, не ожидала, конечно, что он победит, потому что были более сильные. Вот, и он об этом говорит в своей книге, вот, в «Четыре касты», которые мы с тобой прочитали уже. Для меня было предубеждение, сразу скажу, против Алексея. Я за него и не болела. Я была печально удивлена, что он победил. И более того, считала это несправедливым. Хотя, мне, конечно, здесь судить. Ну, вот, да, как-то он меня не расположил. У меня сложилось в нем впечатление как излишне самоуверенным. В женском баловнике. Павников я категорически не люблю. И у него, прям, на его симпатичной голубоглазой мордочке было написано «Осторожно». И я сторонилась его, и как-то я так слегка морщив так свой нос за ним наблюдала. Да, сильный, да, может быть, как трехглазый, хорош, но как человек он меня очень сильно отталкивал. Вот, и... Оказалось. Да, и мы вот забыли сказать, наверное, что... Три книги у него «Четыре касты», кто вам уже упомянул, а «Вертикальная воля», по-моему, да, вторая? И последняя уже, самая майка, по-моему, из всех трех – это «Философия мага». Если самая первая книга, она именно больше для практикующих, для людей, которые хотят практиковать, хотят что-то знать на эту тему, хотя, безусловно, там очень много выпутанной информации, которая и скептикам будет интересна. То есть вот эти вот три книги, они будут интересны не только людям склонных к азотерике, но и людям, которые далеки от нее. В любом случае, вообще, это будет любопытно. Да, и я вот немножко отвлеклась. Вот вторые две книги, последние две книги «Вертикальная воля философия мага», они вот именно больше именно вот о жизни закулисье мага, как это называют, похабов. Вот, кстати, мама упомянула, что родом у нас Красноярского края. Да, я хочу подметить, что фактически основателем города Красноярского был похабов. Это наверняка предок. Да, наверняка предок. Какой-то ветвий. Ну, даже если не наверняка, то какой-то похабов был. Я так думаю, что это не случайно все. И, Коль, мы уже с тобой как-то и договорились, да, и похабов в этом, что случайности в мире нет. Нет. Абсолютно все закономерно, все причины и следствия. И меня вот что, я как бы сама немножко так догадывалась, да, чуть-чуть чувство, будем так говорить, что мир не таков, каким мы его видим. А, да. Да. И вот как бы, да, я вот согласна с ним и по первой еще книге, что мы как компьютер, да, какую программу у нас заложили, и мы по ней работаем. Не по ли книгам. Ну, я вот, кстати, сейчас вспомнила, у меня в детстве была такая идея, я ее не совсем правильно выражала, точнее, очень коряво она звучала, а именно так. А что, если я вижу не то, что я вижу? Да. Не случайно имеется еще теория, что это все голограмма. И наши, а наши, тем более, ощущения, то есть, как говорят в философии еще, с бог знает каких времен, что такое ощущение, жизнь, да, это мир, данный нам, реальность, данная нам в ощущениях. А чем мы ощущаем? Органами чувств. Так вот, наши органы чувства, они, оказывается, вовсе не совершенны, они вовсе не таковы, то есть, как этот процесс происходит, то есть, зрение, сезание, обоняние, слух, каким образом... А ощущать-то надо совершенно вот в другом, вот что мне подкупило вертикальной магии, то вот именно это. Понятно, что мы были обе в восторге от Пахабова, хотя как бы обе мы... От его видения, да. Да, у нас было совершенно разное о нем впечатление, когда мы его наблюдали в битве эксессенсов, вот, и даже я, при всей своей предвзятости, с первых строк еще первой его книги «Энги Четырекаста, кто вы», я поняла, что это человек особенный, он потрясающий учитель, он потрясающий... А и Борис какой! Ой, вообще! Он так доходчивый, и так, вот возьмем просто, и тынь-тынь-тынь... Он не льет воду, он говорит строго по делу, очень коротко, очень сжато, но при этом так информативно ты сидишь и думаешь, елки. Вот это да. Да, и меня поразило, что у нас с ним полное совпадение во взглядах на мир. Ну, полное. Вот если интересно мое мнение, прочитай Пахабова, он его полностью отражает. Потому что это правильно? Ну, можно. Ну, возможно. А может быть, просто два йота, потом об одном и том же. Просто он сумел на сегодняшний день, как он пишет, что 10 лет я занимаюсь этой техникой, то есть это мне... Он говорит, мне никто ничего не дал, на меня сверху ничего не свалилось, как вот все пишут, там, потомственные, там, бог знает, тысячелетиями, там, все... Мне безумно понравилось, вот сейчас, конечно, я не в тему, я тебя не дополню, мне очень понравилось. Есть у меня книга другого участника битвы экстасенсов. Да, Гилберт, да, Гилберт, никак не запомнил его фамилию. Ну, очень. Красавчик, красавчик, рыженький, не спорю. Меня он к себе располагал, но противовес Пахабова, книга не произвела на меня впечатление. И здесь мы с Пахабовым совпадаем, потому что он в своей книге откровенно написал, что, ну, там, бла-бла-бла, там, не то, что там всякие модельные системы, методы восприятия... Как называется книга? Гилберта. А, Гилберта? Да, забыла уже. Что-то там, а то, бла-бла... В общем, высказался так, типа, что воспринимал полное название этой книги и сказал, что вот не надо ему тратить время вот на книги, типа, там... И я такая похихикала в кулачок, что он очень деликатный, не называя имён, но при этом ясно дала понять, как он относится именно вот к этому человеку, ну, вине от его трёхглазости. А как тебе философия, Мага? Его из всех? Мне кажется, она наиболее любопытная из всех трёх книг, хотя каждая из них очень-очень достойная, это он увидел какую-то в особенности. Они все одинаково разные и одновременно при этом прелосходно, отлично. Обо всём. Буквально от мысли «обо всём». Да, но она мне почему больше так вот немножко отпечаталась, потому что в нём больше самого похаба. Мне всё-таки интересна эта личность. Мне уже три кучи, какой он там человек, бабник, не бабник, слишком ли он не умилен или наоборот. Он так и сказал, я от всего отошёл. Меня впечатляет его вот именно видение мира, то, как он всё видит, воспринимает, как он об этом говорит, пишет. Я уже просто ухожу, я его прямо цитирую, я уже сама себе надоела его цитатами, но я всё равно продолжаю это делать. Но это надо делать, потому что это нужно как Библию всё равно в своё время. Каждый день читаешь, так и эту книгу. То есть мало прочитать просто. Да, прочитал, что-то объял, что-то принял, что-то не принял, и всё. И забыл. А вот это всегда нужно. Постоянно и постоянно перечитывать какие-то вот эти вот моменты, потому что это так важно для нас, прежде всего. А грана у меня вот поражает его работоспособность. Вот эта воля, его вертикальная воля, да? Неленивый человек, неленивый. Хотя признаётся. Вол, что нас подкупило с тобой вместе? А что нас подкупило? Его самокритичность. Он не бьёт себя кулаком в грудь, он не кричит, я могу, я всё могу. Да, я молодец, ууу! Ууу, я вон, вон как одолел. Он говорит, да, я трудился, я хватал, я жрал просто-напросто. Я хватал всё, что только можно было где-то взять. Но потом на меня накатывала наша природа, это русское качество, чистая лезвие. Чё это русское? Ну, будто так считается. Все люди. Ну, это да. Не знаю, там считается, это свойственно всем людям. Не надо тут опять страну. Наваливалось, поэтому вот наши враги лень и страхи. Уйдите от них, бросьте их. И вот Рут, он говорит, о-о-о, не, я ещё мало могу. Я так мало могу, хотя 20 лет я тружусь, кстати, не покладая сил. К чему он подвигло нас, вот эти две книги его, да? К чему? Что надо трудиться, бы, бы, надо, бы. Как? Не знаю, к чему они тебя подвигли. Меня пока, я ещё пока не осознала. Вот и я. Ну, к чему-то хорошему, потому что я как-то вот... Я не знаю, как это выразить словами, но вот что-то переменилось и в лучшую сторону. То есть, немножко так весы перевесило. Они начали, как бы, в одну сторону пере... Переетовать. В добрую, в добрую, да? Да, в хорошую. В хорошую сторону, да. Ну, я тоже думаю, что нам повезло, что мы, во-первых, что мы вот нашли эти книги. Всё удивительно, что мы вообще первую заказали книгу, потому что я не склонна читать подобные книги, так как у каждого трёхглазого, это называется Аксесс, уже понятно, да, я думаю. У каждого трёхглазого своё видение мира, свой путь, своя дорога. И оно может не просто не совпадать с видениями других каких-то людей, да, но и полностью противоречить их и даже вот как-то вызывать откровенно агрессивную, негативную оценку этого эпоса. Поэтому я, сделав когда-то, пару лет назад, попыток вот прочитать таких людей, книги таких людей, я пришла к тому, что нет, не стоит. Поэтому на самом деле было большое чудо, что я как бы захотела привести ещё самую первую книгу по Хаббову, и в принципе я тут не помахнулась. Мы довольны, мы весьма довольны. Ну как, ну как, как мы читали, ну как тебе, о-о-о-о. А я тогда ещё первая читала, тоже помню, что мне звонила, ну как я, о-о-о-о-о. Да, я звонила, спрашивала, так, ты где? Я тоже там, там, о-о-о, да. Ну и как? Ой, слов нет, одни слюни, просто вот восторг. Нет, нам просто было интересно, вот как ты говоришь про мою работу с вами, исследователь, что вот как тебе вот интересно, о чём я говорю, как это, что это. Ты говоришь, да, мне интересно вот это вот за кулиси, как это и что это. Вот пока бы и нас тоже как бы подкупило. Он и сам об этом говорит, что мне лично, я вот расскажу, как я к этому пришёл, да, потому что мне всегда интересно. Я не беру никогда тех книг, откуда бы ни... Вот всё-таки книги «Чем грешат» подобного плана, с самого первого страница начинается, так, делаем так-то, так-то там, ну расписывается метод, и вот нет какой-то души, какой-то душиное. А у Пахова вот ты видишь, что это не просто экстрасенс, это в первую очередь человек, который что-то делал для того, чтобы стать тем, кем он стал. Мак. И тем, кем он... Которых мало. Да не обязательно. Я имею в виду становление его как личности. Ну так, а это неотъемлемо всё, да? Он просто в поле для тебя переориентирует. Так что, на этом всё. Ищи свой путь, свою дорогу. Скажи пока. До свидания. Пока.